Девочка-пай Редкостное правило наступает на голову всем. Оно есть у автостопа. И вот буквально в начале нашей бурной деятельности, когда жрать было нечего, всем нам крупно повезло сесть за руль уникального автомобиля, не подпорченного семейной порнографией. Итак, дело было до совместного слияния под брендом Daimler Chrysler. Так вот, история этой марки началась в 1986 году. Дизайнеру Кевину Вердину пришла дивная мысль замутить очень большой, полноразмерный переднеприводный седан чуть короче Линкольна Таункара на 400 мм. В то дивное время Chrysler скушал Lamborghini и там родился замечательный проект – Lamborghini Portofino. Там, короче, двери седана сдвигались целиком вверх и вперед. И машина как-то покатила. Но она и понравилась. И как же так не собрать-то за 8 лет LHS стало? Почитал я конструкционный тематический отчет и понял – только одно. Ну, очень хотелось в базовый сегмент ввести монодвери. Не получилось. Хотя передний очень большой привод с движком в 3,5 литра покатил. Ну, так вот. Спустя всего лишь год после начала производства Concorde на рынок вышел LHS на 125 мм длиннее, на ворочении и став самым большим Chrysler с имперскими замашками для самых крутых америкосовских лимузинов. Напомним, авто как было, так и осталось переднеприводным с двигателем 3,5 EG V6 и мощностью в 214 лошадиных силы, перемещающимся благодаря коробке 4-скоростной 42 LE. Для самых одаренных объясним, что бег за европейскими галлопирующими лошадками – это ничто по сравнению с америкосовскими тяжеловозами. Кстати, почему много шума и все сравнения с Нью Йокером? Да потому, что похоронив такую машину, надо было LHS сделать круче, больше, уютнее. И вы знаете, получилось. По своим параметрам внутреннего оснащения, по всем комбинациям приборов, уюта и комфорта, по 8 электромоторчикам в каждом переднем сидении можно с гордостью говорить о том, что слова Джереми Кларксона о самом топовом, самом комфортном и самом заточенном под водителе и пассажире в настоящем американце в 100% случаев подтверждаются особенностью этого автомобиля, затем уже похороненного совместными немецкими разработками. А жаль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok